Всем привет! Это третья часть серии о самой крупной в России международной выставке кабельно-проводниковой продукции Кабекс. Более 140 отечественных и зарубежных производителей и поставщиков демонстрируют на выставке самый большой в России выбор кабеля, проводов, аксессуаров, электромонтажных и электротехнических изделий, а также оборудования для монтажа и переработки кабеля. Я из Санкт-Петербурга. Компания производит материалы для герметизации проходов труб и кабелей через препятствия, а также материалы для протяжки труб, труба в трубе. Собственно, продукция является продукцией чистого импортозамещения. То есть мы раньше занимались оптовыми продажами этой продукции, уплотнители, опорно-правляющие порции, возили это и импортировали из Германии. После этого мы решили, что мы сможем сами это все сделать и, собственно говоря, сделали продукцию. То есть это все производится теперь в Санкт-Петербурге на отечественном оборудовании, из отечественных материалов. Достаточно большой ассортимент. Мы два года делали маниплатурный ряд, ассортиментный ряд. Уплотнители такие у нас 26 типоразмеров разной толщины. Вот такой толщины и заканчивая вот там внизу. Значит, по востребованности продукция востребована. То есть она используется в теплоснабжении, в водоснабжении, газоснабжении. Там, где, грубо говоря, круглая труба встречается с плоскими поверхностями, где она проходит через препятствия. Вот. Является заменителем традиционно используемых материалов кабалки, цементных смесей и прочего. Обладает, ну, рядом преимуществ. В первую очередь, это то, что она регулируемая. То есть ее можно установить. Ее можно регулировать. В отличие от кабалки, которая в сезон может потечь. И, собственно говоря, ее просто выкидывают. Вот. По востребованности здесь мы работаем с предприятиями ГУПТЭК, стеклосец Санкт-Петербурга. Есть несколько пилотных проектов, которые мы уже прошли. То есть и получили одобрение по применению этой продукции в теплоснабжении. В данном случае, то есть мы вышли на выставку электротехническая. То есть для нас это новое направление развития, потому что мы работали в основном с водоснабжением, канализацией, газоснабжением. А здесь электрические кабели. У нас есть несколько клиентов, веночек, которым требуется герметизация прохода кабелей при прокладке их в защитных трубах. И специально для таких компаний мы разработали трехкабельную проходку на три кабеля. И традиционно используем наш звеневой уплотнитель, вот такой звеневой уплотнитель, для герметизации одиночного кабеля. Продукция еще что-то прошла аккредитацию при Комитете строительства по Санкт-Петербургу, правительству Санкт-Петербурга. Мы входим в каталог импортозамещения. То есть, в принципе, мы гордимся нашей продукцией, потому что это настоящее импортозамещение. То есть, это никакие импортные материалы в данном случае не используются. Вот, технология вас требует. Уплотнитель Актив Ринг подходит для герметизации прохода в защитных трубах одиночных высоковольтных кабелей диаметром от 25 мм. Применение уплотнителя исключает заполнение защитных труб грунтовыми водами и их заиливание, а также обеспечивает возможность беспрепятственного извлечения кабеля или трубы с целью его ремонта или замены. Компания Estracom была основана в 1929 году при участии сотрудников Национального института авиационных технологий, не АТ, с целью запуска производства по разработке новых и внедрению существующих технологий производства полиамидных материалов. В состав коллектива вошли специалисты, ранее занимавшиеся производством полиамидных материалов. НПО «Свема», ОАО «Новочеркасский завод синтетических изделий», «Дорхимзавод». Одним из направлений деятельности компании является развитие производства высокотемпературных композиционных материалов на основе полиамидов в России. На пленке производства Estracom при перемотке дефектные участки вырезаются перед поставкой и данные затраты у потребителя отсутствуют. Для выявления дефектов пленка просвечивается лампой со специально подобранным спектральным диапазоном. Свет, прошедший через пленку, фиксируется высокоскоростной линейной видеокамерой. ТАТ-кабель является официальным дилером ряда кабельных заводов. Мы представляем компанию фонд-сервис, свидетель появляется в компании «Газпромбанк» 100%. Представляем два завода. Завод «Электроэлектроэлектроэлектрическая продукция» и завод «Ат-кабель» продукции до 500 кВт. Включительно заводы прошли в 2019 году в достаточно сложный период. Сейчас полностью произошла смена руководства. Производство персонала осталось на месте. Завод по-новому задышали. Обороты компании за 2020 год составляют порядка 4 миллиардов. В 2021 году планируется увеличение продаж в объеме 6 миллиардов. Соответственно, все компетенции производства персонала у нас скрены в полном объеме. Тат-кабель тесно связан с ЗАО кабельным заводом «Кавказ-кабель», который располагается в городе прохладной Кабардино-Балкарской республике. История предприятия насчитывает уже более 50 лет, поскольку первая продукция была выпущена в 1959 году. Общий ассортимент реализуемой ЗАО «Кавказ-кабель» на отечественном рынке превышает 3000 позиций и продолжает расти в соответствии с меняющимися потребностями. Торговый дом «Ункамтех» представитель АО «Иркутск-кабель» и АО «Кирск-кабель». Предприятие АО «Иркутск-кабель» было спроектировано и строилось как узкоспециализированный завод по выпуску двух основных групп кабельных изделий. Это неизолированных алюминиевых и стали алюминиевых проводов для воздушных линий электропередач и силовых кабелей исключительно с алюминиевыми жилами. Потребность в неизолированных проводах была обусловлена строительством высоковольтных линий электропередач под Иркутском, Братской, Красноярской, Усть-Илимской, ГЭС. Силовой кабель требовался для строительства Братского, Красноярского и Саянского алюминиевых заводов, Братского и Усть-Илимского лесоперерабатывающих комплексов Саянского и Усольского химпрома. Датой основания «Кирск-кабель» считается 1729 год, когда на берегу реки Кирс Хлыновским купцом Григорием Вяземским было основано чугунолитейное производство. Родоначальником кабельного производства стал третий цех, а первой продукцией нового производственного профиля алюминиевая проволока марки АТВ, алюминиевая катанка и медная проволока. В состав ЗАО «Алмет» входит несколько собственных предприятий, оснащенных инновационными производственными линиями, обеспечивающие глубокую переработку сложного оборудования БУ, производство легирующих компонентов для цветной и черной металлургии и изготовления технологического сырья для производства кабельно-проводниковой продукции. Брикетированная лигатура предназначена для приготовления алюминиевых, медных и прочих сплавов в качестве легирующей добавки на основе меди, железа, титана и хрома. Мехневский завод электроизделий основан 2 декабря 1963 года для выпуска кабельной ароматуры на основе эпоксидных компаундов. Работая в системе Минмонтаж спецстроя СССР, завод обеспечивал поставки продукции для крупнейших новостроек ВАЗ, КАМАЗ, Новолипецкий металлургический комбинат, БАМ, оборонных комплексов и много другого. С начала 80-х годов с привлечением ведущих институтов в НИИ ПМ, НИИ КП завод приступил к освоению и выпуску кабельной арматуры на основе сшитых полиолифинов, термоусаживаемой кабельной арматуры. На сегодняшний день Мехневский завод электроизделий это одно из ведущих предприятий в России по выпуску кабельной арматуры на основе термоусаживаемых изделий с полным циклом производства муфт и огромным ассортиментом продукции электротехнического назначения. Продолжение следует... Транскул Крупнейший поставщик специальных полимеров с широким диапазоном показателей жесткости, хемо, термо, погодостойкости, долговечности, прозрачности и оборудованием для их переработки. Фторированный этилен-пропилен – один из саполимеров тетрафторэтилена и гексофторпропилена, перерабатываемых в расплаве, поставляется в виде полупрозрачных гранул. Этилен-тетрафторэтилен – это полимерный материал нового поколения – саполимер этилена и тетрафторэтилена. Ближайшие к ЭТФ материалы, прочно вошедшие в нашу жизнь – это полиэтилен и тефлон. Кабельный завод «Паритет» – это российский завод, находящийся в Московской области, в городе Подольске. В начале своей истории в цехах «Паритета» производились стандартные кабели – КСПВ, ТРП, ШВВП и прочие. А недавно ассортимент пополнился огнестойкими радиочастотными кабелями, которые позволяют передавать сигнал без помех даже в условиях открытого огня. Буквенные индексы в условном обозначении исполнения кабельного изделия указывают NG – нераспространение горения при групповой прокладке LS – пониженное дымо-газовыделение HF – отсутствие галогенов FR – стойкость к воздействию огня LTX – низкая токсичность продуктов горения Кабели LTX с классом пожарной опасности ПТПМ-1 должны иметь показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия более 120 грамм на кубический метр. Данный показатель определяется соотношением количества материала LTX в кабеле к единице объему замкнутого пространства, в котором газообразные продукты горения вызывают гибель 50% подопытных животных. Кабели в исполнении HF или LS имеют показатель токсичности более 40 грамм на кубический метр. Промышленная группа МКЗ объединяет два современных завода в городе Макеевка и Волкаламске и три представительства в России – Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону. История завода началась в 2011 году, когда было решено запустить в городе Макеевка производство кабельной продукции. В 2016 году было освоено производство бронированного, экранированного и огнестойкого кабеля, а уже в 2018 году заработала новая линия тонкого вволочения медной проволоки. Промышленной группой МКЗ оборудование позволяет производить кабельно-проводниковую продукцию с количеством жил от 1 до 37 и сечением от полуквадратного миллиметра до 800 квадратных миллиметров. Поставки кабеля на объекты магистрального газопровода «Северный поток-2» позволили закрепить за заводом промышленной группы МКЗ репутацию надежного поставщика для объектов государственной важности. АО «Метаклей» – российское производство инновационных полимерных композиций на основе наносиликатов. Полимерные компаунды предприятия применяются в различных отраслях промышленности – трубной, кабельной, пищевой, строительной. Компания «Метаклей. Исследования и разработки» представляет научную платформу с внушительным количеством установок и машин для проведения широкого спектра научных и измерительных работ, начиная от микроуровня и заканчивая наработками опытных партий в сотни килограммов. Главная новинка этого года – это оболочка для судовых кабелей композиция «Метален Арктик». Завод «Пласткрафт» основан в 2015 году. Поливинил-хлоридный пластикат, применяемый в кабельной промышленности, представляет собой смесь поливинил-хлоридной смолы, получаем полимеризацию хлористого винила, с пластификаторами, стабилизаторами, наполнителями и другими компонентами. Поливинил-хлоридные пластикаты, применяемые в кабельной промышленности, по своим свойствам можно разделить на три основные группы – изоляционные, полупроводящие, шланговые. Элек.ру – это электротехнический интернет-портал. Производственное предприятие «Кристалл-ЛТД» изготавливает и поставляет высокоточный алмазный и эльборовый инструмент. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»